всем привет привет всем отличной недели хорошего настроения мы с вами сегодня сделаем расклад расклад на три позиции тайм-коды будут в описании все это вы уже знаете расклад на тему куда смотришь туда едешь куда смотрите вы вопрос был взят как я в принципе делаю со всеми своими темами я забиваю гугли вопросы самопознания либо психологические вопросы начинаю их штудировать смотреть эти вопросы которые мне откликаются мне нравится я делаю их темы раскладов именно по этой причине вот последнее время да как там ну плюс ко всему еще и праздники просмотров стало намного меньше потому что вопросы стали более такие глубокие и ну не всем они откликаются не всем это нужно и в принципе это понятно вот потому что но люди не задумываются над этими вопросами мне нужны эти вопросы и и не интересны но это нужно мне поскольку я всегда ориентируюсь на себя на своих каналах потому что если я ориентируюсь на аудиторию меня это ни к чему хорошему не приводит потому что запросы к раскладам дали бы темы которые предлагают они идут в противорез но моим какие-то убеждениям и ценностям и мне приходится наступать себе на горло своей песни мне это не нравится я начинаю как-то бороться с этим да и ну в общем это ни к чему хорошему не приходит поэтому я выбрала да если выбирать там аудитории выбирать себя я выбрала себя потому что с собой-то жить вот аудиториям постоянно меняется и всем не угодишь как говорится поэтому я ориентируюсь на себя и я конечно же себе отдаю отчет том что но тема не не интересны для других но окей кому-то они интересны если они кому-то интересны значит кто-то получит результат либо получит какие-то свои инсайты от этих тем о чем будет расклад значит выражение вы это наверное слышали уже да куда смотришь туда едешь что я хочу посмотреть этим раскладом во первых я хочу посмотреть на что в каждой позиции мы делаем акцент на данном этапе то есть на что мы ориентируемся есть люди условно говоря двух категорий одни которые решают задачи а другие которые просто их аккумулирует и вот аккумуляция проблем которые есть у людей на либо каких-то ситуаций сложности которые должны решиться то есть одна категория их действительно решает и поэтому двигается дальше и становится сильнее делает какие-то выводы для себя да и но меняется и как правило люди эти по жизни можно их назвать войнами на войнами света есть вторая категория которым ну не знают опять же таки это не осуждение а это констатация фактов и как правило люди с таким мышлением то здесь способ мышления скорее всего пока он существует какого-то успеха добиться этим людям жизни будет сложно почему потому что они у них нету за дело на решение у них есть за дело на на проживание да как некий такой процесс на всегда люди процесс ники которые проживают то что с ними происходит с чем-то не согласны чем-то согласно очень сильно эмоционирует переживает злятся выражает какие-то претензии и и все и ходят по кругу а есть люди результатчики которые делают акцент на результат то есть им важно не находиться в этой ситуации то есть из любой ситуации они ищут выхода и как правило они его находят то есть тот кто ищет тот всегда находит а кто не ищет тот ищет оправдание и сегодняшним рассказом я хочу именно этот вопрос подсветить да чтобы увидеть что на чем мы держим акцент на решение проблем или на увеличение в жизни своих каких-то страданий то есть страдания есть во всех случаях да только одни не то что избегают их они переключают фокус внимания на то что хотят получить и тем самым дают некую такую наводку для пространства для вселенной до чтобы она подсказывала куда им нужно двигаться а есть и вторая категория людей которые ну вообще не задумываются да хотелось бы как-то решить но вот я в этом варюсь я не знаю и вот и все и но проще знаете проще себя пожалеть на самом деле это проще это неприятно но это проще вот вот на это я хочу чтобы мы посмотрели обратили внимание да сейчас на чем мы держим свой фокус внимание то есть куда мы смотрим туда мы едем опять же таки для чего не для того чтобы кого-то там обидеть либо кому-то стало больно для кого-то зацепило для того чтобы увидев что-то изменить то есть мой посылы каналов мои за делом на то чтобы что-то увидеть что-то подсветить и изменить не не оставлять так то есть у меня нету задачи что-то сделать ну например расклада и слушатель сказал что да это откликается окей и оставил так как есть нет у меня есть такая некая мотивация либо желание чтобы послушали изменили тогда вот в этом будет какая-то ценность и тогда можно будет сказать что вот действительно моя работа она полезна когда просто послушаешь зацепила поплакал и через какое-то время заново начинаешь сделать одно и то же ну толку наверное от этого будет мало до до поры до времени опять же таки да то есть иногда 101 обезьянка должна дойти вот и пока она будет 101 100 раз мы будем горевать то есть у каждого человека свое время до на проход своих уроков но задача вот подсветить светить светить так делать я буду на нелюбимой колоде зрителей и на любимой колоде моей это классика артура уэйта почему я говорю не любимую потому что чисто визуально я помню даже когда я училась до мне это колода не нравилось она мне казалось такой примитивные в отрисовке конечно же наше время искусственного интеллекта да есть более красивые картинки вот ну они приятные для взору но по своей сути они пустые они пустышки это знаете как это же мой как они называются по-русски забыла слова по-гречески называется и вредика то есть искусственный какие-то вот ну в общем не суть забыла слова не не настоящие они несут никакого посыла вот этой колоде очень много смыслов да кто кто разбирается тут может посмотреть то есть картинки они может быть не не акте смысла в ней много и мне как практику с ней работать кстати я все свои блицы все свои консультации делаю исключительно на этой колоде то есть остальные колоды я по сути покупаю для того чтобы она визуально был красиво смотреть на канале да и было приятно но рабочая колода у меня только вот это вот с этой колодой я работаю вот в личных консультациях или блицах я не беру другую колоду мне с ней вот с этой колоды очень очень понятно работать но это опять же таки мое субъективное мнение вот поэтому я так и сказала что но для зрителя визуально она какая-то такая знаете но не интересная скучновато так ну все думаю сказала время было выбрать там кода есть мы с вами приступаем позиции номер один голубенький камешек смотрим единички на что вы сейчас обращаете свой взор башня на разрушение на очищение то есть вы хотите от чего-то избавиться избавиться в своем сознании избавиться от каких-то моделей поведения от каких-то убеждений которые уже не 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 приносят вам пользы эффекта то есть здесь вот такое чувство хочу сбросить да хочу сбросить башня орган очищения в нашем сознании и здесь знаете такой образ рождается когда жаркое лето такое ты идешь по солнцу вот и ну на солнце и ну вспотел и такое вот неприязнь и всегда хочется как-то вот быстренько прийти домой и принять прохладный душ до чтобы вот очистить себя вот эти вот запахи и под ну либо я не знаю когда мне близок образ спортзала когда ходишь спортзал потом приходишь и хочешь принять душ помимо того чтобы вот очистить себя еще как-то взбодрить да либо на борт если это горячий душ что расслабить то есть вот изменить то состояние в котором мы находимся то есть очиститься от того что уже не нужно очень напоминает знаете как ну женщина понятно будет скраб скраб тело когда делаешь да для очищения отмирающих частичек частичек кожи что в принципе это происходит естественным образом да но вот скраб он просто помогает ускоряет этот процесс способствует быстрому очищению вот здесь вот примерно вы хотите нечто такого вот на этого делали а фокус то здесь может быть очищение очищение как внешне да так и внутренне внутренне это вот избавляемся от своих каких-то мыслей может быть от своих каких-то привязок мысли воспоминаний прошлого до каких-то состояний эмоции переживаний у каждого здесь может быть свое внешнее здесь может быть избавление от каких-то людей я то есть хочется вот сменить свое окружение то здесь внутреннее такое чувство вот прям знаете все изменить но здесь не вопрос перерождение до заново родиться а вот именно башня это такая марсианская энергия очень резкая когда хочется отрезать все и сразу на причем на древе жизни путь на котором стоит башня он соединяет как раз таки две сферы ход и не цех 1 отвечает у нас за интеллектуальные возможности да другая отвечает больше за состояние за состояние души за чистоту может быть даже ну чисто метафорично за эмоциональный план и вот башня у нас находится как раз таки посередине этого пути то есть если человек уходит в какую-то крайность например эмоции начинает как это под силой своего интеллекта все объяснять да например что то что в принципе происходит например у короля мечей когда он говорит о том что я хочу управлять своими эмоциями да он холоден потому что для него интеллект важнее да то есть важны факты важны цифры важно все ощутимо вот это вот эмоции переживания ему непонятны либо это понятно когда человек заходит интеллектуал интеллектуал прям такой да заходит например там в музей искусств там современного искусства и он ничего не понимает в этом и он начинает как-то через логику до объяснять и говорит что ну блин что то цвета иммунити то там я не знаю рисунки какие-то неправильные то есть логически объясняет искусство что в принципе но это противоречие да потому что искусство она не поддается логике это немножко другое состояние это одна крайность есть противоположная крайность когда у человека наоборот нету вот логики да и он все воспринимает через призму эмоций то есть он становится мнительным он такой вот прям переживает он чрезмерно доверчивый и в принципе можно назвать такого человека ну незрелого да где-то глупцом его называют и вот то и другое является крайности и вот башня она как раз таки рушит вот эти вот крайности да то есть она разрушает чрезмерную включенность вот это творчество парения в облаках незаземленность и с другой стороны вот это вот логику сухость то есть это и другое должно быть вместо но в золотой середине и башня она убирает то что не соответствует вот этой вот середине в которой она находится она разрушает она разрушает иллюзии и она разрушает например резкую такую может быть критику да то есть это и другое неуместно и вот сейчас вы находитесь именно в этом процессе когда вы хотите себя очистить то есть возможно убрать из своего окружения людей которые ну либо по вашим понятиям в одной крайности слишком глупые и в другой экран и крайности слишком умные но слишком умные в негативном ключе да то есть вот я хочу подобрать людей которые вот будут созвучны мне возможно здесь идет момент поскольку до башни у нас проходит аркан дьявола башня по сути в своем развитии да она разрушает именно на уровне интеллекта иллюзии которые появляются у человека я хочу убрать людей как вы знаете это как некое такое прозревание неожиданное получается то есть по башне все у нас внезапно все у нас неожиданно ударила молния и вот внезапно все осветило и произошел вот этот инсайд я поняла да в кого я была влюблена как это выражение любовь любовь слепа полюбишь и козла вот но это сейчас не не мужчина обычных так называет и никогда так и называем вот но в сути в суть заключается в том что знаете когда вот находит вот это вот какое-то наваждение эмоциональная дата отключается логика то что я говорила ранее и вот здесь вот может быть проходить такие вот прозрение понимания что как как вот такое могло случиться со мной там есть на в работе в профессии то есть как я могла это выбрать либо как я могла ошибиться либо как я могла общаться с этим человеком то здесь разные моменты разных сферах может быть до либо например как такое случилось что я доверилась вот этому врачу да то есть могут быть всплыть неожиданно какие-то моменты факты и вы будете удивлены что а как как либо такое чудо что я осталась жить вот в руках этого человека вот хотя ну он допустим там не первый специалист вот ну в общем моменты разные будет но акцент вы делаете сейчас на очищение то есть вы расчищаете огород от сорняков по вашему мнению до сорняки то есть для кого-то и как она свекла может быть сорняком потому что ну либо морковка да потому что их эти корешки до корешки ну то есть вот эти плоды они находятся под землей а вершки они как сорняки проходят вот то есть по вашему мнению здесь все чисто субъективно еще куда вы смотрите сейчас колесо фортуна на великие органы у вас видимо действительно проходит какая-то серьезная метаморфоза вашей жизни но она проходит осознанно потому что вы запускаете эти процессы да то есть вы хотите каких-то изменений вы хотите на вот переменные циклов своей жизни что-то хотите изменить своей жизни да вы хотите изменить себя изменить себя как личность стать другой какой император то стать стать более уверенной стать более серьезные более системные более понятные конкретные умение проживать вот именно в моменте знаете как это вот за и корица пустить корни то есть допустим в личной жизни что-то не складывалось то хочется более такой стабильный конкретные понятные семейной жизни если там в профессиональной сфере что-то не получала что-то было непонятно да то хочется уже как-то это все структурировать понять разложить все по полочкам да запустить этот процесс чтобы все было попасть ну последовательно чтобы все работало как часики все зависит от того какую сферу мы рассматриваем но если вот вообще все сферы рассматривает у вас хоть вы хотите перемен более вы хотите стать человеком более таким знаете психологически зрелым психологически взрослым опять же таки это не застраховывает вас от ошибок потому что никого не страхует но вот отношение к жизни здесь сменилось я не могу сказать что она стала тяжелая я могу сказать что она стала более взрослая более зрелые то есть каких-то моментах вы уже понимаете да как вот как император что я отвечаю за свою жизнь то что я обычно говорю либо ты управляешь жизнью либо жизнь управляет тобой до выбор за вами здесь велика вероятно что вы выбираете быть управлять своей жизнью по крайней мере всех моментов где вы можете держать контроль то есть но ясное дело что мы не можем везде контролировать свою жизнь но там где вы можете и умеете вы хотите то есть вам важно вот это вот ясность понятность конкретика контроль умение управлять жизнью ну и 1 одновременно наслаждаться этой жизнью то то есть здесь не говорит о том что здесь будет происходить перекос в мужские энергии нет здесь и мужские женские энергии они присутствуют и они достаточно гармоничные то есть вот на этом вы делаете сейчас акцент давайте еще один наркан посмотрю куда еще вы смотрите куда вы едете тушь кубков один сказала мне не хватает 1 2 ну к стабильности знаете как хочется сказать вот зрелость о которой я говорила да она здесь присутствует то есть зрелость эмоционально когда человек понимает не биологическое вот именно эмоционально когда человек понимает что я хочу уже такой знаете вот более существенной жизни до не только наполненной эмоциональной а когда человек понимает и наполняет свою жизнь теми смыслами которыми он желает и это делает он осознанно то есть королева пендакли она показывает о ценности жизни до смыслов жизни и вы хотите наполнять эти смыслы через тускуков через понимание кто я вообще для чего куда я иду что я хочу то есть вот здесь такие ну зрелый зрелый подход и велика вероятность того что вы для себя нашли ответы ну по крайней мере я здесь так ощущаю и вы находитесь вот в этом направлении до чтобы получить то что вы хотите вы здесь и звезды вам благоволят и вы сами двигаетесь в этом направлении то есть такой некий тандем да вы понимаете а пространство подстраивается под вас и дает вам то что вы хотите это было а у нас с вами первая позиция переходим к позиции номер два красненький камешек двоечки смотрим куда 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 вы смотрите куда вы едете пока никуда двойки пока никуда не едут четверка кубков почему что не так пока у двоек откат пока я не хочу идти в развитие и это тоже нормально это тоже окей почему там что но мы не всегда стремимся к чему-то да нам иногда нужно остановиться то есть когда мы прогуливаемся так или иначе что-то цепляет нашего внимания мы останавливаемся рассли рассматриваем это разглядываем да может быть как-то комментируем если мы в компании с кем-то прогуливаемся на и потом дальше движемся это не говорит о том что процесс останавливается просто это является частью процесса я вас сейчас не успокаиваю я говорю так как есть сейчас видимо есть какая-то необходимость до прожить тройку кубков поэтому здесь идет откат ощущение того что вот вы что-то где-то не дорадовались да что-то где-то это знаете как это когда какой-нибудь праздник до вечеринка застолья вроде бы наготовили столько много до съели а все равно еще что-то осталось вот на следующий утро просыпаешься и думаешь а что там осталось из еды надо пойти доесть а тут тебя понимаете ли подгоняет момент того что нужно опять вернуться к правильному питанию и ты говоришь вот 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 только сегодня вот доем вот это вот все да почищу а потом уже до завтрашнего дня я вернусь к правильному питанию то есть здесь как будто вот что-то недопрожили и вот это вот что-то это очень эмоциональное и очень радостное и приятное для вас и вы хотите потому что сейчас либо это как некие такие воспоминания да вы находитесь в моменте четверки кубка когда вас сейчас ничего не радует есть некое такое выгорание как это после после похмелья да то есть в тройке кубков все пили а в четверг наутро просыпаешься и а этот отходняк такой да голова тяжелая ничего не хочу оставьте меня в покое на я приду в себя вот сейчас какое-то такое состояние когда вы ничего не хотите вы не видите никаких возможностей вы не хотите ничего менять своей жизни возможно для одной категории людей и и все удовлетворяет все устраивает поэтому она хочет оставить так как есть да потому что эти четверки это стабильность а другая категория говорит о том что да я уже все попробовала в своей жизни и я не могу найти то что мне нужно то что может меня каким-то образом радовать наполнять на то есть здесь вот какое-то обесценивание причине того что нервная система она перегружена и такое бывает когда все раздражители настолько напряжены и нет не наступает момент расслабления даже чтобы потом заново как мышцы да то есть сначала сжимается потом разжимается здесь вот получается сжались да как вот какой-то блок разжимания расслабления не происходит вот в таком состоянии чтобы тебе не говорили какие-то новые нагрузки да не получается потому что и так уже все сжато и ну ничего не чему еще сжиматься то здесь уже есть какой-то вот блок эмоциональный вот на эти раздражители восприятия эмоциональная мира я не могу ничего поэтому здесь кого-то одну категорию людей все удовлетворяет поэтому они радуются и хотят быть в этом состоянии а другой наоборот не достает этой радости но это знаете как люди бывают которые не могут радоваться ну то есть их не радует ничего у них нет желания и они не радуются изначально когда я впервые такое услышал мне показалось это как-то странно как может быть у человека не быть у желаний но потом когда я понаблюдала за кое кем я поняла что это действительно так ну то есть бывают люди которых ничего ничего не радует это не говорит о том что они не благодарны а это говорит о том что они действительно есть какая-то проблема я не знаю диагноз поставить не могу но и действительно ничего не радует и для них это жизнь становится сложной потому что ну ничего их не радует даже мелочи какие-то у них нет желания их ничего не радует и вот у вас здесь какой-то такой этап может быть еще на что вы смотрите сейчас король мечей в к тексте шестерки мечей но вы задумываетесь о том что может быть что-то поменять но здесь проблема знаете в чем огненная часть воздуха она говорит о том что мои мысли мои скакуны они прыгают перепрыгивают с одного момента на другой то есть либо у человека знаете бывает так но много способности много желаний много умений и он не знает за что взяться да это как заходишь например цветочный магазин и все цветы красивые все свежие и не знаешь что что вложить в букет и за цветочек хочется и вот но должна быть какая-то симфония да какое-то согласие диск резонанс какой-то между этими цветами чтобы сложился букет да то есть все вместе ты не можешь положить и там я не знаю и кактус и лилию да но они не совпадают как бы тебе не нравились по отдельности эти цветы и вот здесь вот примерно человек который думает думает здесь очень много мыслей по поводу того что мне выбрать да то есть человек размышляет но он не может сфокусироваться на чем-то одном сконцентрироваться но мысли его они как раз таки направлены на будущее но проблема шестерки мечей в чем заключается в том что для того чтобы пойти в будущее нужно оставить позади вот все свои пять убеждений которые предшествовали шестерки мечей то есть то во что мы не что не работает да то есть вот какие-то мысли которые не работают чтобы пойти в новое может действительно пойти чистыми на фабула раса то на чем можно будет написать историю своей жизни заново не таща за собой свои какие-то огорчения расстройства и переживания почему потому что если мы пойдем в новое мы все равно в этом новом будем воссоздавать свое прошлое и здесь вопрос не отказываться от прошлого а идти в позиции открытости к этому новому а сейчас пока такой возможности нет почему потому что если опять же таки мы не оставим позади вот эти вот пятерки мечей что предшествует то мы их конечном итоге в развитии масти приходим десятки мечей наши убеждения не увеличиваются и они в конечном итоге нас убивают то есть придерживаясь каким-то принципам придерживаясь каким-то убеждением это мы доходим до до разрушения и поэтому здесь у нас вас возможность шестерки мечей выровнять энергии да то есть отказаться от того что уже не работает и поэтому вот здесь вот ведущая карта да это четверки кубков она нам про это и говорила о том что опять же таки часть нас все устраивает и поэтому как следствие смысл идти дальше нету и мы каким-то образом можем даже себя обманывать и говорить что да я там что-то ищу я чем-то думаю да я что-то хочу реализовать но это вот будет все равно как-то иллюзия либо отговорка для того чтобы не приставали а с другой вот праздник да а с другой стороны настолько уже все попробовали что уже ничего не хочется но опять же так сидеть в апатическом состоянии тоже не самое наилучшее и тогда человек здесь думает ну а что можно еще попробовать я в принципе не очень-то хочу не очень-то горю потому что у меня нету ресурсов но подумать да мне никто не запрещает я об этом могу думать но опять же таки он думает через призму вот этой четверки кубков если бы он думал через призму тройки кубков да вот это вот раз не радости праздника когда горят глаза когда есть какое-то веселье легко давай попробуем я за любой кипиш то тогда можно было бы пойти в шестерку мечей действительно что-то новое получить когда мы идем в шестерку мечей через четверку кубков да то есть я уже все попробовала я уже все я знаю я уже все понимаю у меня был такой этап в жизни когда я обучалась только коучингу это было очень удивительно когда у меня уже был определенный багаж знаний я пошла на повышение квалификации но это была другая школа риксоновская и я пришла на первое занятие такая знаете классная крутая я все знаю я все умею да с гонором и с эгоизмом своим когда у нас наступила практика и надо было проводить и а я я же все знаю я все умею у меня действительно был определенный опыт за плечами небольшой но был я не смогла провести сессию коуч сессию почему то что я тупо не могла открыть рот не как рыба открывала закрывала и я я вошла в какой-то ступор и я не могла ничего сказать это вот была вот такая реакция как что-то что-то в моей голове сработало таким образом и потому что были люди которые за мной наблюдали там страх стресс и все такое и плюс еще вот это вот ожидание от меня что ну да у тебя есть опыт и сейчас проведешь такую классную коуч сессию я и я ее завалила и вот когда я ее завалила и пошла к своему ментору разбирать что и как она мне сказала твоя проблема была вот именно вот в этом что ты пошла со своей ложкой да со своим уставом в чужой монастырь то есть ты пошла не с позиции открытости я ничего не знаю давайте заново будем учить я открыта я готова вынимать а с позиции того что у меня уже все переполнено да то есть меня ничего не интересует и я не получила ничего в этот момент кроме очень негативного опыта который запомнился меня на всю жизнь я теперь понимаю что если идешь какое-то новое обучение ты можешь быть прям я не знаю супер мега крутым неважно каким но на любом обучении ты ноль ты начинаешь самого начала и ты по сути себя ничего не представляешь то есть полностью обнуляешься и внимаешь заново до с открытыми глазами ту информацию который тебе будет передавать ну то есть и это вот причина почему я вам это все объясняю это вот причина вот этой вот четверки у кубков то есть часть категории до что я не могу пойти в новое я вот думаю думаю и никак не могу придумать мне ничего не получается у меня получается что каждый раз когда я иду в новое я по сути воспроизвожу хорошо забытое старое и у меня идет некая такая цикличность ничего не мне не происходит причина заключается вот в этом здесь нужно обнулить вот эту вот четверку кубков опять же таки в развитии масти до четверка кубка нас указывает о стабильности а следующий аркан пятерки всеми пятерками управляет марс эта энергия очень такая жесткая разрушающая которая что делает по сути она разрушает стабильность той или иной масти и здесь вот эта вот стабильность до когда я все знаю я самые крутой да то есть стабильный четырехугольник четверка до квадрат стабильная ничего не меняется ничего не двигается она должна быть разрушена через что через пятерку вот в куб когда пятерка кубков это разочарование в чем разочаровываемся в том вот вот-вот-вот в этом то что я вам сказала видео в новое да и разочаровалась а почему потому что либо я ничего не понимаю либо вот какой-то такой негативный опыт как и у меня либо а я уже это пробовала да и поэтому я не получаю ничего потому что я не слышу мои уши при причина во мне не в той информации а причина во мне что я не слышу то что мне дают потому что я мыслю категориями того что я уже имею сейчас а мне нужно расширить границы на и поэтому куда вам нужно смотреть в новое нужно смотреть какое новое здесь нужно смотреть ну здесь я говорила самое начало до что этапа вот то лучше этот этап пересидеть да то есть но однозначно ничего не бывает постоянно какое-то время но если здесь не клиническая какая-то психология да там депрессия или очень сильное какое-то психологическое расстройство куда там апатия но прям очень сильно и вот если здесь не клиническое то это пройдет это может быть настроение такое и так какой то такой но он пройдет но в таком настроении двигаться в новое нет ну вот так он влюбленных и указывает нам на опять таки это шестой аркан а это шестерка малый аркан они по цифрам соотносятся с великим арканом все шестерки находятся на древу жизни в сфере тиферет тиферет эта сфера которая отвечает у нас за красоту гармонию и выравнивание на то есть это самые гармоничные сбалансированные из всех сфер от ей как раз таки управляет солнце то что вот мы видим здесь на не управлять соответствует из планет соответствует солнце да потому что вот именно гармония и баланс то есть здесь как подсказка аркан влюбленных о чем говорит на чем вам нужно сфокусироваться вам нужно определиться вам нужно выбрать но выбор этот вы должны делать состояние красоты и внутренней гармонии и баланс ни в коем случае не из состояния упадка не из низких вибраций и чем хуже и состояние страха неуверенности и так далее то есть здесь первично нужно сбалансировать свое состояние прийти в нормальное на в равновесии словить вот эту вот внутреннюю красоту потому что аркан влюбленных помимо выбора он говорит о красоте о гармонии потому что здесь на заднем плане все-таки эдемский сад сад изображен до изгнания адама и его из райского сада аркан так называется на самом деле не знание благословения да на путь поиска себя и понимание в мире дуальности да то есть но это развитие такое и вот здесь на чем вам нужно сфокусироваться на том что действительно хотите ли вы пойти дальше в развитие а если вы хотите пойти определиться то есть не сразу идти в новое определиться первично куда вы хотите пойти и зачем вам это нужно но куда хотите пойти вот шестерку пентакли до взаимодействия с людьми но на равных опять же таки одна из причин почему вы входите в упадок потому что здесь возможно но был перекос отдавали возможно больше чем получали и здесь ваш выбор он должен соответствовать шестерки пентакли то есть бы взаимодействие оно должно быть равноценным равнозначным в контексте того что ты даешь ты должен это получать здесь должен быть соблюден баланс почему потому что вот предыдущий карте шестерка пентакли в предыдущий карте пятерки пентакли аркан духовной нищеты да мы видели если помните да там два нищих они идут то есть тот аркан говорит как раз таки о перекосе когда человека дает больше и он впал именно вот в эту нищету остался без ничего он отдал последнее и ни с чем остался и вот пройдя в тот урок пятерки да по марсу пройдя тот урок он приходит сюда в шестерку по солнышку какому уроку к тому что не должно быть перекоса ты не должен отдавать последнее ты не должен отдавать абсолютно все ты должен давать ровно столько сколько ты будешь получать взамен либо столько сколько тебя не опустошает если мы ориентируемся на себя поэтому здесь два человека два нищих как говорится сорока воровка этому давала этому не давала почему не давала потому что здесь весы над ним на потому что по сути он не заслуженный с этой стороны у нас два пентакли с этой стороны у нас три педакли вот этому давала потому что этот прошел урок и он должен быть получить блага а этот еще не прошел не должен получить блага а вот человек вот это да это тот который находился в пятерке пентакли который проходил урок то есть он сделал для себя правильные выводы и теперь он стал меценатом теперь он стал человеком который помогает то есть пройдя какой-то опыт получив его и поняв осознав мы можем помочь другим которые находятся в аналогичном ну в аналогичной ситуации поэтому подытожу и скажу да та категория людей которые находятся в упадке то есть та которая хорошо вот вам все хорошо вам нравится вы находите тройки кубков продолжайте потому что вам это нужно вам нужно покрыть эти свои потребности побудьте в этом состоянии столько сколько вам необходимо та категория и потом вы пойдете в новой категории людей которые находятся вот не очень позитивном контексте состояние до настрой безресурсные я бы так сказала опустошенные эмоционально именно эмоционально потому что это кубки вы должны определиться для себя до сделать выбор как я буду двигаться дальше таким образом до чтобы я не входил заново вот в это опустошение чтобы я отдавал этому миру и брал столько ровно столько сколько мне нужно потому что пятерка педакли у нас указывает про дефицит что в мире вот надо бороться за все почему бороться потому что марс до пятерка надо бороться ничего то не хватает а шестерка педакли она говорит о том что бороться ни за что не нужно в мире все есть достаточно только понимаешь что ты хочешь и брать столько сколько тебе нужно не потому что ты экономишь а потому что ну как это сказать нету дефицита ты в любой момент ну то есть мы не живем допустим да как военные какое-то голодное время да когда в магазинах все пусто да ты заходишь в магазин и наоборот есть перебор этого выбора и ты не знаешь что выбрать но он и завтра там будет и пусть и завтра да есть вот это состояние безопасности не можешь пойти в любой момент взять здесь вот что-то такое да в контексте мира идет в контексте пространство то есть любой момент ты можешь пойти это взять мне не надо переживать по поводу того что вот сегодня есть а завтра нет потому что здесь есть вот это вот ощущение да какое-то такое неосознанный страх в этом контексте вот такая аналитика да была сегодня по второй позиции надеюсь вам понятно это вот как раз это что я говорила в самом начале да по поводу классики вот в колоде артура уэйта на что берет корни и скалу до золотой зари вот это вот символика она важна здесь очень много символизма и к сожалению в новых колодах вот этого символизма нет ну то есть красота есть присутствует а суть она понемножку понемножку утрачивается и если есть вот то что-то да то это вот настолько вот все искаженное искаженных смыслах вот ну а для меня как человека который работает со смыслами это важно в трактовках так идем с вами к третьей позиции зелененькому камешку троечки смотрим вас куда вы смотрите сейчас куда смотрят тройки сторону информации в сторону принятия какого-то решения до сказала принять решение да здесь нужно принять решение но проблема здесь принятие решения она заключается в последствиях почему потому что туз мечей это очень холодная энергия до аналогичная энергии справедливости резкая холодная и ну жестокая потому что справедливость она не может быть милосердной она должна быть жестокой то есть если кого-то надо покарать да ты не может быть милосердным тебе она не хватит внутреннего настроя поэтому выбор здесь такой достаточно сложные достаточно серьезные то есть возможно надо там отсечь что-то да возможно надо зарубить кого-то возможно нужно отказаться от чего-то и это бывает всегда неприятно это бывает очень больно допустим если мы хотим отказаться от какого-то человека мы с ним взаимодействовали одну достаточно долго да то вот сама сказать этому человеку будет очень больно и потом процесс проживания какого-то периода без этого человека тоже больно то есть это непростое решение вы находитесь акцент делаете на каком-то решении которое нужно принять либо здесь нужно будет что-то отсечь отсечь какое-то я не знаю свое прошлое может быть какие-то привычки либо принять решение о том что я ухожу с работы да и пойду на какую-то другую вот период пока я найду другую возможно я буду проходить какие-то финансовые трудности сложности и с этим связано принятие решения до сложность принятия решения то здесь туз мечей он непростой никогда не бывает простым всегда бывает болезненно не бывает отрезания не бывает хирургического вмешательства без каких-либо последствий есть любая операция любая операция какая бы она ни была пускай это будет там даже я не знаю на нос на там выравнивать либо еще что-то либо операция там на сердце либо на неврологическое что-то такое да в голове в москву она опасная то есть любое хирургическое вмешательство но опасно не важно это от вскрытие какого-то гнойничка до операции на позвоночник то есть все опасно как только есть какое-то вмешательство очень резкая очень холодная любое вмешательство в процесс она всегда неприятная вот здесь вот такая энергия мне идет опыту же мечей и вы должны здесь принять решение до что за вмешательство видите отрезать вот эту вот пятерку пендаклей отрезать какой-то кризис убрать что-то из своей жизни возможно даже то есть это могут быть не только люди да и ситуация это может быть например иллюзорность то есть пятерка пендаклей у нас говорит об уллюзорности почему и называет арканом духовной нищеты потому что человек слишком привязан к материальному мире он материальное ставит выше духовного при этом разделяя духовное от материальное от материального да то есть для него это две крайности он не понимает что это взаимосвязано что это две стороны одной медали по каким-то причинам выделяет только одну часть и духовность здесь как раз таки в контексте мировоззрения человека то есть он нищий нищий в своих взглядах потому что он делает акцент возможно только на материю на какие-то практичные моменты может быть наполняет свою жизнь исключительно только бытовой жизнью какой-то и отрицает существование нечто большего то есть для него понятие например существование человека это еда сон размножение все и поэтому он считается нищим да то есть его ничего не интересует помимо его базовой потребности и вот здесь момент когда вам надо что-то выбрать но этот выбор он связан через отрезание именно вот это и вот это вот нищета духовная она может выражаться в иллюзиях то есть иллюзорность взглядов то есть какие-то моменты человек во что-то поверил и дальше он это не перепроверял и для него это стало его убеждением он в это верит и он живет вот согласно вот каким-то своим сценарием да вот этим взглядом он их никогда не перепроверяет и никогда их не пересматривает отсюда идет его нищета и возможно приходит понимание того что для того чтобы сделать какой-то выбор я должен что-то пересмотреть а при пересмотре ясное дело что мне придется от чего-то здесь отказаться возможно от каких-то взглядов от каких-то убеждений это вот контексте например развития до в контексте более такой вот бытовой жизни, человек должен принять решение, допустим, как заработать больше денег, потому что, не знаю, может быть, есть какие-то долги, может быть, я не знаю, родился ребенок, и нужно больше денег, да, то есть не всегда же у нас что-то негативное, то есть какая-то кризисная ситуация, которая заставляет человека мыслить иначе, по-другому, нужно найти решение этой задачи, и вы находитесь в состоянии того, как решить эту кризисную задачу, на это вы делаете сейчас акцент. Сейчас вы, в принципе, никуда не смотрите в контексте продвижения, да, а вы находитесь в состоянии, то есть я закрываюсь от внешнего мира, и мне нужно время на то, чтобы подумать. Почему? Потому что вот, туз с мечей, я получил какую-то информацию, да, по поводу моей ситуации, что мне нужно сделать, как мне нужно быть, мне нужно принимать решение, и прежде чем я приму решение, у меня появляется, вот одно решение, у меня проявляется противовес, у меня вдруг возникли сомнения, как и что, да, и человек здесь завязанными глазами и скрещенными руками, да, то есть вот этого скрещивания на уровне анахаты, он не слышит себя. Для того, чтобы пойти в новое, здесь новый месяц изображен, здесь человеку нужно слушать свое сердце, свою интуицию, и, но он пока интуицию не слушает, он опирается на свои мыслительные процессы, и он закрывает глаза, здесь завязаны глаза, как раз-таки как закрытие от внешнего мира, чтобы не принять какое-то решение под влиянием, под давлением внешнего мира. Здесь человек хочет взять ответственность за ситуацию на себя, принять решение самостоятельно, но хочет принять это решение правильно, верное. Проблема заключается во времени здесь, двойка жезлов у нас указывает, с одной стороны, жезла это огонь, да, с одной стороны надо быстро-быстро принимать решение, потому что огонь время подгоняет, а с другой стороны я не хочу ошибиться, да, потому что вот впереди вот эта вот пропасть, да, надо понимать, куда я шагаю, да, то есть что я выбираю, потому что будет последствия. Поэтому вот эта вот дуальность, что здесь присутствует, что здесь, она указывает на то, что нужно принять правильное решение, Но времени на это нет, и надо быстро принимать это решение. И я не хочу ошибиться, потому что последствия, они велики. Да, здесь вопрос либо финансового порядка, да, король Пендакли указывает на это, либо что-то, что связано с бытовой жизнью, да, то есть с комфортом. То есть возможно, возможно, там, я не знаю, расширение, там, достроить, да, есть дом, и надо достроить к нему, например, там, я не знаю, если это где-нибудь там загородный дом, достроить баню, достроить что-то, и на это надо деньги. Либо там, я не знаю, вдруг неожиданно взрослые, да, вы люди, и дети решили приехать к вам жить, потому что, ну, остались, допустим, без квартиры в городе, а места для жизни нет. И надо достроить к дому, вот, пристройку какую-нибудь сделать, да, чтобы вот отдельная комната была у молодых, чтобы они жили отдельно, они вместе в доме. Ну, то есть здесь разные моменты могут быть. Но вопросы именно комфорта, во-первых, финансов, да, потом вопросы комфорта, уюта, быта, и вопросы некой такой стабильности. Возможно, здесь есть желание получить больше денег, и король педакли указывает тогда на изучение финансовой грамотности и понимание того, как приходят деньги, да, то есть взаимодействие с этими деньгами, как мне быть. Да, ну, здесь такая ситуация достаточно, как сказать, чтобы она резкая, ну, серьезная, давайте так скажу, да, потому что пятерка мечей у нас указывает на желание, на потребность получить то, что мне нужно, ну, в данном случае педакли любой ценой. Опять же таки не потому, что я хочу над кем-то возвыситься, потому что обстоятельства заставляют поступать именно так, когда мне нужны деньги, да, там, я не знаю, может быть, была финансовая подушка, вот, вы уволились с работы, пока найдете новую работу, деньги закончились. Деньги заканчиваются, платить надо, а новой работы нет. И вот вы как-то торопитесь, поэтому мне нужны деньги любой ценой, поэтому я буду думать. Опять-таки это не совсем правильный, верный выбор, поэтому я и говорю, здесь указание идет на правильность, верность, то есть, с одной стороны, я хочу, допустим, если это касается работы, я хочу работу, которая меня бы удовлетворяла, покрывала мои потребности, да, ну, чтобы, ну, я не ходила на работу как на каторгу, а с другой стороны, когда денег нет и время поджимает, то есть выбирать что-то уже не представляется возможным, да, и ты уже хватаешься за первую попавшуюся работу, и опять-таки, опять-таки, попадаешь в вот эту вот пятерку пендаклей, то есть здесь задача вот этого урока, то есть здесь вы проходите урок по пятеркам, пятерки, помимо того, что ими управляет Марс, они у нас всегда отвечают за уроки, это самые сложные арканы, второе, все пятерки, абсолютно. Здесь урок, урок, да, по пятерке пендаклей, вот этой вот нищеты, как не войти заново в эту иллюзию, что мне не хватает, что дефицит, что я не могу найти ту работу, которая мне нужна, но мне нужны деньги, а здесь момент, что мне нужно любой ценой, и мне надо их именно сейчас, быстро, но если я буду быстро делать, и делать выборы состояния страха, то я не сделаю правильный выбор, и я заново упаду вот в этот урок нищеты, то есть я заново буду неудовлетворен, снег, замерзшие эмоции, да, наши бессознательные, нужно будет погрузиться туда и найти там, там какая-то причина вот этой вот нищеты, а причина вот в чем, девятка пендаглей, что вы не чувствуете себя целостным, вы не чувствуете себя, знаете, как вот полноценным человеком, иногда бывает такое чувство, что я неудовлетворен с собой, потому что вот я чувствую какую-то свою ущербность в чем-то, да, может быть, в каких-то качествах, да, может быть, в какой-то сфере конкретной, то есть здесь идет заниженная самооценка, и проблема, вот то, что нужно принять решение, чтобы пройти этот урок, он связан с девяткой пендаглей, то есть вам нужно пройти в состояние девятки пендаглей, да, когда, да, безусловно, я ограждаюсь от других, да, вот видите, здесь забор, то есть по эту сторону она есть, а по ту сторону, если мы можем смотреть, мы видим только голову, то есть человек закрытый, по сути, у нас все девятки соответствуют отшельнику, закрытости и интровертности, мне нужно в себе разобраться, увидеть свою какую-то ценность, да, вот девять пендаглей, в чем я хороша, что я умею, и вам это нужно будет принять, и только тогда вы сможете прийти к королю пендаглей, то есть для того, чтобы иметь ресурсы, иметь финансы, которые вам необходимы, деньги равно, то есть цена равна ценности, насколько вы цените себя, настолько вам проще будет заявлять о своей стоимости на рынке и получать эти деньги, если вы не получаете тех денег, которые вы хотите, то по сути вы себя недооцениваете, у нас проблема с самооценкой здесь, и поэтому вы здесь этот урок и проходите, а пятерка мечей в данном случае, да, она у нас указывает, помимо победы любой ценой, критика, но здесь критика по отношению к самому себе, да, самобичевание, самонаказывание на уровне ментала, я думаю о себе, ментал, мысли, мечи, я думаю о себе в негативном ключе, что я недостаточно в чем-то хорош, а если вы так считаете, то поэтому вы и не получаете столько денег, сколько вы хотите, вот на это вы сейчас смотрите, это была третья, третья позиция, вот такой расклад, такой достаточно действительно психологический выпал, вот, но я очень люблю колоду Уэйта, я уже говорила об этом неоднократно, прощаюсь с вами, в очередной раз благодарю всех за донаты, за то, что смотрите, за то, что приходите на Блиц, за то, что приходите на консультации, кстати, годовые расклады можете смотреть, заказывать в любое время, не обязательно, чтобы это было только начало года, можете с момента своего дня рождения, то есть с того момента, как закажете, с того момента и начинается отчет года, вот, а я с вами прощаюсь до среды, да, будем делать расклад по запросу, всего вам самого наилучшего, пока-пока!